Придумать маршрут, составить экскурсионную программу и позаботиться о каждой мелочи. Организовать отпуск мечты для Анны Яшиной – работа. В туристической отрасли она уже 14 лет. Так что задание, которое пришлось пройти в отборочных этапах курортного Олимпа, для нее не в новинку. Одно из последних – разработать тур для требовательных клиентов школьной группы. Самое сложное здесь было справиться с волнением, внимательно клиента выслушать и предложить ему программу, которая максимально соответствует запросу и в чем-то даже превосходит его ожидания. Ну, конечно, нужно было соблюсти ряд моментов, учитывая то, что детскую группу обязательно должны сопровождать руководители старше. Обязательно в группе должен быть медицинский работник. Это такие мелочи, о которых в нашей работе забывать не следует. Туром остались довольны как потенциальные клиенты, так и жюри краевого конкурса. Анна Яшина из Сочи стала лучшим менеджером в регионе по въездному и выездному туризму. В этом году курортный «Олимп» покорили 54 конкурсанта – администраторы, гиды, переводчики, туроператоры и целые отели. Все те, от кого зависит комфортный и безопасный отдых на Кубани. Обладатели премии поздравили глава Кубани Вениамин Кондратьев и спикер регионального парламента Юрий Бурлачко. Бархатный сезон подходит к концу и уже есть первые итоги. Только с начала этого года курорты Краснодарского края посетили на 300 тысяч человек больше, чем в прошлом, в 2018 году. По итогам этого года около 16 миллионов отдыхающих посетили курорты Краснодарского края. Но это еще не предел, потому что у нас еще есть месяц зимнего сезона. Это цифры, которые говорят о динамично развивающейся отрасли. Я бы хотел сказать слова благодарности каждому работнику, каждому сотруднику санатория, пансионата, отеля, гостиницы за их труд, за праздник, который они создают каждому отдыхающему. И это сегодня на самом деле визитная карточка нашего края. Ведь именно вы, работники, сотрудники санаторно-курортной сферы, вы создаете имидж, если хотите, лицо курортов Краснодарского края. Спасибо вам за это большое. Увеличились и поступления от курортной отрасли в региональную казну около 7 миллиардов рублей только за первые 9 месяцев текущего года. К слову, это на четверть больше, чем за тот же период 2018-го. Индустрия гостеприимства и туризма в крае активно развивается. Этому способствуют и кубанские парламентарии, которые в том числе формируют законодательную базу для развития курортов края. В этом году по инициативе губернатора Кубани мы ограничили высотное строительство в прибрежной зоне курортных территорий. На сентябрьской сессии парламента приняли изменения в закон о государственной поддержке санаторно-курортного и туристического комплекса Краснодарского края. Эти поправки позволят субсидировать региональные авиаперевозки и расширить географию внутренних рейсов. Такой комплексный подход к развитию отрасли позволяет Краснодарскому краю оставаться лидером на рынке внутреннего туризма. Особое внимание сегодня уделяется и развитию туристических кластеров. Чтобы отдыхающие могли быстро добраться до пляжа, интересно провести время в любое время дня и ночи. Такая курортная зона скоро появится и на Кубани – Абрау-Утриш. Это один из приоритетных проектов для нашего региона, отметил губернатор. Курорты Краснодарского края – это более 100 километров благоустроенных пляжей, 70 гостиниц и отелей, работающих по системе. Все включено и 100 объектов сельского и аграрного туризма. И это только малая часть того, что сегодня предлагают отдыхающим. И, конечно же, незабываемые эмоции. В этом году на Кубани прошло около 600 туристических событий, но лучшим признали карнавал в Геленджике. Праздник, который уже стал визитной карточкой приморского города, взял золото курортного Олимпа. Поздравляем Геленджик с лучшим событием 2019 года. Победа в этом конкурсе для участников скорее дело престижа. Курортный Олимп сегодня стал своеобразным знаком качества для тех, кто смог на него подняться. Однако самое придирчивое жюри для работников туристической отрасли – конечно, отдыхающие. Их главная оценка – это желание вновь и вновь возвращаться на курорты Краснодарского края. Ориентироваться на запросы отдыхающих – вот что мы должны с вами сегодня делать. Улавливать их спрос, понимать, что им нужно. Потому что ведь основная задача – почему мы должны ориентироваться на запросы отдыхающие, чтобы они не просто отдохнули и уехали, а чтобы они захотели вернуться. Вот что сегодня нам нужно. Мы сегодня наследники когда-то легендарных курортов Советского Союза. Наследники, те, кто были маленькими, когда-то лет 50 назад, 60, сегодня к нам на наши с вами курорты приводят своих детей, внуков, правнуков. Я уверен, что сегодня уже так же, но можем и лучше. Давайте гордиться будем теми курортами и теми людьми, которые создали вот те курорты Краснодарского края. Но уже в продолжение создадим наши с вами современнейшие, современнейшие курорты Краснодарского края, а в целом курорты нашей Великой России, чтобы уже наши дети и внуки нами тоже горделись. Теми курортами, которые мы с вами создали. У нас все получится. С праздником! Высокий туристический сезон, по крайней мере, для пляжного отдыха в крае уже завершен. Но не нужно забывать, что курорты Кубани круглогодичные. Более 170 километров горнолыжных трасс и санатор на оздоровительной здравнице края готовятся к новому наплыву гостей. Продолжение следует...